Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор Церкви Волны из штата Вирджиния. Спасибо, что снова принимаете меня в своем доме. Наша встреча — это не случайность, она была запланирована Богом. Бог работает сквозь времена и сроки. Библия говорит, что для каждого действия есть свое время. Я верю, что эта программа тоже запланирована Богом специально для вас. Вы удивитесь, насколько Слово Божие полезно для повседневной жизни. Многие люди говорят мне, вы знаете, я смотрел вашу программу сегодня, и вы говорили прямо ко мне, так будто бы вы знали, что у меня происходит в жизни. А все это потому, что Слово Божие имеет очень много смысла. Оно как помазанный здравый смысл на каждый день. Помните, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Именно поэтому Слово Божие многогранно. Никуда не уходите. Прошу вас, оставайтесь с нами до конца программы. И я верю, что вы по-новому узнаете Господа Иисуса. Спасибо, что смотрите нас. Давайте прямо сейчас перейдем к посланию и послушаем Слово Божие, которое приготовлено специально для вас. Итак, наслаждайтесь Словом. Мне нравятся свежие вещи, а вам? Бог желает, чтобы мы тоже были свежими. На прошлой неделе мы начали эту мини-серию проповедей и говорили о том, что главное задание каждого христианина — поддерживать свежесть в отношениях с Богом. Главное задание каждой церкви — оставаться свежей и уместной для культуры, которую мы должны достигать. Нет ничего хуже, чем церковь, отстающая на 40 лет. Некоторые христиане думают, что святость — это жить в дыре или отставать на 10 лет. Я думаю, что Бог призывал нас быть первыми во всем. Мы должны устанавливать новые стандарты в музыке, поклонении и проведении служения. Мы должны быть свежими. Наши отношения с Богом должны быть живыми. На прошлой неделе мы говорили о том, что Бог каждый день обеспечивал израилетян манной с небес. А если они оставляли еду на следующий день, то она портилась, и в ней заводились черви. Чему Бог пытался их научить? Я буду обеспечивать вас каждый день. Я принял спасение в январе 81-го года. Помню это так, будто бы это было вчера. В марте 81-го я принял водное крещение. В феврале того же года я исполнился Святым Духом. Но я не живу прошлым. Я благодарен Богу за него. Оно стало хорошим основанием для моего будущего. Но мои отношения с Богом и ваши тоже должны оставаться свежими. Мы же не хотим стать черствыми или несвежими христианами, застрявшими во времени. И я хочу предложить вам три принципа, как поддерживать свежесть в отношениях со Христом. Во-первых, поймите, что Бог может обратить все плохое и негативное в позитивное. Во-вторых, нельзя мешать старое с новым. Нельзя этого делать. Местописание, которое я вам сейчас прочту, не имеет никакого отношения к разделению между поколениями. Между молодыми и старыми. Оно говорит о вашем сердце и духе. Возраст — это отношение. Когда я говорю, что нельзя мешать старое с новым, то не имею в виду церкви для молодых и пожилых людей. Я хочу достигать все поколения. С этим все понятно. Если да, двинемся дальше. В наше время вино разливают в бутылки или фляги, или кто как их называет, но в то время вино было в кожаных бурдюках. Вино разливали по таким бурдюкам, но со временем бурдюки становились старыми. Именно об этом говорит Евангелие от Луки 5 глава. Никто не пришивает заплатку к старому плащу, оторвав для этого кусок от нового. Если он это сделает, то он и новый плащ испортит, и к старому заплатка не подойдет. И никто не наливает молодое вино в старые бурдюки. Иначе молодое вино прорвет их, оно вытечет, а бурдюки пропадут. Нет, молодое вино льют в новые бурдюки. Нельзя было наливать новое вино в старый бурдюк, потому что новое вино слишком сильное. Какое слово я ищу? Оно слишком игривое, свежее и новое, и оно разорвет старый бурдюк. Заметьте, что Иисуса волновала и судьба старого бурдюка, и судьба нового вина. Он говорил, если вы их смешаете, то испортите старый бурдюк, а новое вино пропадет. О чем же он говорит? Прочтем это в первом стихе. «Учитель, что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь?» Это вопрос от молодого богатого правителя. Он будто бы говорит, в моей жизни чего-то не хватает. Это нехватка свежести. А далее Евангелие от Марка, 2 глава, 21 стих. «Никто не пришивает к старой одежде заплатку из новой ткани, иначе новая ткань сядет, порвет старую, и дыра станет еще больше». Далее, второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Поэтому если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое». Следующее местописание — Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. «В ответ Иисус сказал, говорю тебе истину, никто не сможет увидеть Божьего Царства, если не будет заново рожден». Что же я пытаюсь сказать? Как нам сохранить свежесть? Нужно убедиться, что мы не застряли в прошлом. Что касается песен, вот когда я был молод, то песня Барри Магуайра «Буллфрокс» и «Баттерфлайс» занимала первое место в христианских чартах. Кто из вас помнит эту песню? Я недавно пришел из мира, где ходил на концерт «Стинг Полис». Они пели, а тут я слышу «Буллфрокс», «Баттерфлайс» и думаю, вы, наверное, шутите. Слава богу, с тех пор музыка в церкви стала лучше. Кстати, в свое время Берри Магуайр был просто супер, но иногда мы можем застрять в прошлом. Мы можем застрять в старых песнях. Помните, как 17 лет назад я проводил суперкубок? Меня называли еретиком и критиковали почти все пасторы нашего города за то, что я показывал суперкубок в церкви. Кто хочет пойти в церковь в воскресенье вечером, если по телевизору идет суперкубок? Уж точно не я. Поэтому мы решили показывать суперкубок прямо у нас. Люди скажут, так нельзя. Но в тот вечер 33 человека отдали свои жизни Христу, и теперь уже все это делают, и вчерашние еретики стали героями. Мы стали отмечать Хэллоуин. Вы не можете отмечать его. Это же демонический праздник. Но кто сказал, что мы не можем организовать Хэллоуин? А как насчет Санты на Рождество? Кто-то сказал, если вы еще раз приведете Санту, то я уйду из церкви. Но если не из-за Санты, то вы уйдете из-за чего-то другого. Хочу показать вам одну историю. Евангелие от Матфея, 11 глава. Сейчас покажу вам, у кого было мышление старых бурдюков. Закончив давать наставления своим 12 ученикам, Иисус пошел учить и проповедовать в городах, когда Иоанн, находясь в темнице, где был Иоанн, он был в тюрьме. Услышал о том, что делает Христос, он послал своих учеников спросить его, ты ли тот, кто должен прийти, или нам ожидать кого-то другого. Иисус им ответил, «Пойдите и расскажите Иоанну о том, что вы слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и бедным возвещается радостная весть». Итак, Иоанн Креститель был в тюрьме. Это было незадолго до его смерти. До этого его работа заключалась в том, чтобы подготовить людей к приходу Христа. Иоанн родился сверхъестественно, и об этом возвестил Архангел Гавриил. Его родителями были Елизавета и Захария. Он родился, когда его родители были уже в пожилом возрасте, и это было чудом. Затем он вырос и готовил людей к приходу Иисуса. Он хорошо проповедовал, и все стали говорить, «Ты Мессия». Иоанн отвечал, «Нет, это не я. Я лишь готовлю вас к его приходу. Я его предвестник. Придет тот, кто лучше меня, и когда он придет, я не буду достоин того, чтобы развязать его сандалии». Но Иоанна все очень любили. Он был крут. Ах, как он был крут. Иоанн, ты Мессия. Нет, я лишь пытаюсь подготовить вас к приходу Агнца Божьего. Да, он крутой парень. А Иоанн говорит, «Вот он будет Мессией». Не я Мессия, а Агнец. Я лишь пытаюсь указать вам на Агнца. Вы думаете, я крутой? Я святой? Я правильный? Ну, тогда вы еще ничего не видели. И вот однажды приходит Иисус, и Он говорит, «Вот этот Агнец». «Это Он». Иисус пришел к Иоанну креститься, а Иоанн ответил, «Нет, я не достоин». «Это ты должен крестить Меня». «Замолчи, Иоанн, и крести Меня». Иоанн крестил Его. И Библия говорит, что открылись небеса. Дух Святой спустился, как голубь, а потом Бог проговорил слышимым голосом. Слышите? Слышимым. Бог открыл небеса и сказал, «Это мой сын. Он Агнец и Мессия». Вот его слушайтесь. Иоанн слышал все это, и вот теперь Иоанн в тюрьме, и он спрашивает, «Ты ли Мессия?» Что же произошло? Как он перешел от слов «Это Агнец, это Мессия?» К сомнениям, «Ты действительно Мессия?» Вы можете представить, как это пройти весь данный путь, а потом усомниться в том, что это тот самый человек. Иоанн жил в пустыне. Он носил одежду из верблюжьей шерсти. Его фото не было на обложке модного журнала. Он носил одежду пророка, и у него было странное питание. Он говорил людям, «Покайтесь, грешники». Еще он никогда не пил алкоголь, никогда не клялся перед Господом. Он был кем-то вроде священника, и вот приходит Иисус. Мы не знаем, что именно произошло. Библия говорит лишь, когда он был в пустыне, то услышал. А услышал он о том, что делал Христос. Мы не знаем, что именно он услышал. Но очевидно, этого было достаточно, чтобы он усомнился. А это точно Мессия. Он ведет себя совсем не так, как я ожидал от Мессии. Иоанн жил в глуши, в изоляции. Он учил людей, что нужно покаяться. И тогда Бог простит ваши грехи. И вот приходит Иисус. Он прощает людям грехи и дружит с грешниками. Его ученики не моют руки. Иоанн никогда в жизни не пил алкоголь, а Иисус превращает целые бочки воды в вино. То есть, представление и ожидание Иоанна об Иисусе не оправдались. И он посылает к Иисусу своих учеников. Наверное, я ошибся и выбрал не того. Ты точно Мессия, несмотря на все то, что я слышал? А Иисус ответил, «Расскажите Иоанну то, что вы видите и слышите. Иисус, расскажите, что слепые прозревают, глухие слышат, мертвые воскресают, а бедным проповедуется радостная весть. И знаете, что говорит Иисус? Иоанн, возможно, тебе не нравится мой стиль. Возможно, ты бы сделал все иначе. Иоанн, ты похож на старый бурдюк, но факты налицо. Мои методы работают. Это доказательство того, кто я. Когда придет Мессия, то он будет провозглашать благую весть, открывать глаза слепым. Церковь, давайте не застревать в прошлом. Посмотрите, что он сказал после этого. Это мой любимый стих. Еще передайте Иоанну. «Блажен тот, кто не усомнится во мне или не обидится на меня». Только посмотрите на это. Не обижаться, когда Бог делает что-то свежее. Это благословение. Не обижайтесь, когда Бог делает то, что не помещается в ваш старый бурдюк. Кстати, это не имеет никакого отношения к разделению между старыми и молодыми людьми. А также это не имеет никакого отношения к отделению от неверующих. Здесь говорится о том, чтобы держаться подальше от мирских и плотских взглядов. Кто во Христе, тот совершенно новое творение. Старое прошло, и теперь пришло новое. Богатый правитель спрашивал, «Учитель, чего еще мне не хватает, чтобы получить вечную жизнь?» Никодиму Иисус сказал, «Нужно родиться свыше». В книге Откровения Иисус сказал, «Покайтесь». Я знаю, что вы все думаете о слове «покайтесь». Вы представляете парня, который стоит на перекрестке с картонкой. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Мы присвоили слово «покайтесь» очень негативный смысл. Слово «покайтесь» в прямом смысле означает просто «развернуться». У вас было так? Вы едете куда-то, пропустили поворот, и навигатор говорит, «Новый маршрут построен». При первой возможности сделайте законный разворот. Вы слышали такое от вашего навигатора? На самом деле он говорит «покайтесь», то есть «развернитесь». Вы ехали в одном направлении, но вдруг вы осознали, что сбились курса, поэтому вы разворачиваетесь, чтобы вернуться на курс. Смысл покаяния в том, чтобы оставаться на курсе к вашему будущему. Вот что это означает на самом деле. Когда вы отходите от Бога и живете по-своему, то наступает момент, когда вы решаете жить для Бога, и это приводит к изменению вашего курса. Почему же мы сделали покаяние таким большим и страшным словом? Иисус сказал «покайтесь и вернитесь к прежним делам, потому что вы оставили свою первую любовь». Вы видите, что он делает? Он призывает всех к свежим отношениям. И вот вам последняя мысль. Не смешивайте старое с новым. Не пользуйтесь старым мышлением никогда. А теперь повернитесь к своему соседу и скажите «ты выглядишь свежо». Аминь. Ну что же, не застревайте в прошлом, не будьте старым бурдюком. Давайте будем открытыми, гибкими к Божьей благости, а еще пусть ваше сердце будет чистым, а дух стойким. Хочу прочесть вам 50-й псалом. Если вы знаете Библию, то знаете, что это необычный псалом. Его написал Давид после того, как совершил прелюбодеяние, а потом убийство. Давид был одним из величайших лидеров в истории человечества. Вы рады, что Бог не скрывает наши человеческие слабости? Он ничего не скрывает и не приукрашивает в своем слове. Так он показывает нам, что может использовать и разбитых людей. Ну что же, давайте прочитаем этот псалом. Готовы? «Боже, помилуй меня по своей милости, по великой своей любви изгладь мои беззакония. Омой меня от неправды и от греха, очисти, потому что я сознаю свои беззакония, и грех мой всегда предо мною. Против тебя одного я согрешил, и в твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в своем суде. Вот грешником я родился. Грешным зачала меня мать моя. Но ты желаешь истины, сокрытой в сердце. Так наполни меня своей мудростью. Очисти меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и стану белее снега. Дай мне услышать веселье и радость. Пусть порадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо от моих грехов и неправду мою изгладь. Сотвори во мне чистое сердце. Это был третий пункт. Храните сердце в чистоте. Сотвори во мне чистое сердце Божие и обнови во мне правый дух. Не отвергни меня от себя и не лиши меня твоего святого духа. Верни мне радость твоего спасения и духом владычественным. Поддержи меня. Тогда я научу нечестивых твоим путям, и грешники к тебе обратятся. Здесь Давид делает разворот. Спасибо, Господь, что ты простил и очистил меня, а теперь я буду помогать другим не идти по этому пути. Я буду говорить им, «Не идите в том направлении!» «Избавь меня от кровопролития Божия, Божия моего спасения, и язык мой восхвалит праведность твою». Запишите пять пунктов, пять вещей, которые сделал Давид в этом псалме и которые нравятся Богу. Во-первых, Давид исповедал свой грех. Это третий стих. «Я осознаю свои беззакония, и грех мой всегда предо мною. Против тебя одного я согрешил, и в твоих глазах сделал зло. Ты справедлив в своем приговоре и безупречен в своем суде. Вот грешником я родился, грешным зачала меня мать моя». Это первый ключ, который способствует чистоте сердца. Будьте готовы признаться в том, что вы оступились. Мир, в котором мы живем, все делает серым. 50 оттенков серого. Мы стараемся быть толерантными ко всему, но Библия учит нас жить в соответствии со Словом Божиим, а культура этого мира совсем другая. Если вы не будете осторожны, то начнете думать, что именно вы странный. Вы понимаете, о чем я? Мир может называть что-то нормальным, но Библия учит нас отличать правильное от неправильного. Поэтому нам нужно прислушиваться к Слову Божьему и называть наши промахи и другие вещи своими именами. Иными словами, исповедовать или выносить на свет. Во-вторых, Он искренне молится о прощении грехов. «Боже, помилуй меня по своей милости, по великой своей любви изгладь мои беззакония. Омой меня от неправды и от греха очисти. Очисти меня и сопом, и буду чист. Омой меня и стану белее снега». Во-первых, Он исповедует свой грех. Во-вторых, искренне молится о прощении. В-третьих, Он молится об успокоении своей совести. «Дай мне услышать веселье и радость. Пусть порадуются кости тобой сокрушенные. Верни мне радость твоего спасения. И духом владычественным поддержи меня». Он молится об успокоении своей совести. Очень опасно, когда вы теряете чувствительность и связь со своей совестью. Вы больше не желаете признавать, что вы неправы. Вы все отрицаете. Думаю, Бог вынес этот псалом в свое слово, чтобы мы знали, как приходить к Богу, имея надежду на будущее и сохраняя чистое сердце во имя Иисуса Христа. Ну же, давайте, прославьте Господа! Надеюсь, вам понравилось это послание. Уверен, что Бог желает говорить к вам прямо и без посредников. У Бога есть план и цель для вашей жизни. И самое важное, что должен сделать каждый человек, это наладить личные отношения с Иисусом Христом, как со своим Господом и Спасителем. Многие люди верят в Бога, но этого недостаточно. Даже дьявол верит в Бога. Бог создал его, и Бог же выгнал его с небес. Но вопрос в том, была ли у вас личная и изменяющая жизнь встреча с Иисусом Христом? Вера в Бога — это хороший старт, но она не дает вам уверенности в том, что Бог вас любит. Бог желает говорить вашу жизнь. Он хочет строить с вами отношения, которые изменят вашу жизнь. И я хотел бы помолиться за вас. Если вы не знаете Господа Иисуса как своего личного Спасителя. Возможно, когда-то вы уже произносили эту молитву, но больше не живете так, как раньше. Я буду верить вместе с вами, что ваши отношения с Иисусом будут восстановлены. Библия говорит, что он — друг, который ближе брата. Нет ничего лучше, чем поддержка семьи. Согласно Библии, Иисус — ваш друг, который ближе, чем брат. Если вы никогда не приглашали Иисуса в свою жизнь, или же вы не уверены в том, делали вы это раньше или нет, или же если вы не живете для Бога так, как раньше, и хотите восстановить свои отношения с Богом, то я хочу предложить вам помолиться. Просто скажите, «Дорогой Иисус, войди в мою жизнь и прости все мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Я верю сердцем и исповедую устами, что я христианин и мои грехи прощены. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь и аминь». Если вы произнесли эту молитву, то я хочу вас поздравить. Это очень важная молитва, когда вы признали свою нужду в Спасителя. Также я хочу помочь вам возрастать в Иисусе. Пишите нам. Сообщите, что молились вместе со мной. Наш адрес вы видите сейчас на экране. Свяжитесь с нами, и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы помочь вашему духовному росту. Если у вас нет хорошей церкви, то мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти хорошую и здоровую церковь. Я также приглашаю вас в Вирджиния Бич в Церковь Волна, если вы живете в этом регионе. Мы будем молиться с вами и верить, что Бог изменит вас и вашу жизнь. Пожалуйста, найдите время и свяжитесь с нами. Дайте знать, как это послание коснулось вас. Но самое главное, сообщите, что вы произнесли молитву покаяния. Пусть Бог благословит всех вас. Бог создал вас, чтобы вы влияли на других ради Его Царства. Ваше предназначение в том, чтобы помогать другим достижения их мечтаний. Акцент лидерства Стива Келли рассказывает об основных принципах, которым он научился в личной жизни и в служении. Эта книга даст вам 10 критериев, которые помогут вам понять ваш потенциал и вести людей за собой. Вы можете заказать ее онлайн. Я сказала «Да» лидерскому колледжу «Волна». Я нашла возможности для служения, улучшения академических знаний, личностного роста, наставничества и семьи. Я сделала правильный выбор. Ваша история начинается здесь. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания. Церковь «Волна» расположена в разных регионах США. Для получения более детальной информации о нашей церкви, времени и месте богослужений посетите наш веб-сайт. Продолжение следует...